Сергей Петрович, впрочем, как и многие другие горожане, на работу опаздывает всю неделю. Вместо привычных 15 минут на дорогу уходит более часа. Ну, если в 8 выехать, то это уже бесполезно, по городу не проедешь. Если выехать часов в 6 утра, то по городу еще можно проехать. Весь город забит последние дни вообще. С чем это связано, непонятно. И куда смотрит наша администрация, тоже непонятно. Утром, вечером и днем, вот уже неделю, городские дороги представляют из себя одну большую пробку. Наиболее опасные точки, где можно застрять на час-другой – Герцинский, Тургеневский, Красные мосты, а также вся дорога от микрорайона до Герцена. Причина небывалого дорожного коллапса – работа на пересечении улиц Михалицына и Раздольной, которые почему-то городские чиновники решили развернуть аккурат среди рабочей недели. Я жил на микрорайоне, я добрался до работы до Герцена в 2 часа 25 минут, в связи с тем, что Михалицын был закрыт. Альтернативы нет никакой. Выезжаешь на работу, стоишь по часу, иногда даже и больше. Невозможно ездить. Даты дорожных работ чиновники не раз переносили, внося смуту среди орловчан. Поэтому многие даже не пытались ехать через круговую развязку. И тогда, когда работы там еще не стартовали. И вот накануне стало известно, что ремонтные работы все же начались. И продляться до 5 ноября движение будет затруднено. Однако возникают вопросы, а почему, собственно, нельзя было проводить работы в выходные или праздничные дни? 2, 3 и 4 ноября. Почему нельзя перекрыть для работ только часть дороги? А вторую полосу оставить открытой. Чтобы не создавать такие пробки, возникают не только у жителей. Можно было заставить работать ночью, а утром открывать движение, чтобы движение шло. К этому придем. И весь поток транспорта забито практически все и везде. Какой-то троллейбус, трамваи стояли. Кроме того, было несколько ДТП. Редкое явление, но власти, что городские, что областные, в унисон извиняются перед жителями за неудобства. Все, что можно было сделать частями, было сделано. Сегодня мы говорим о том, чтобы за этот период времени полностью завершить работу и ввести этот объект в эксплуатацию, убрать оттуда строительную технику. Я хочу принести от имени администрации города извинения перед жителями города Орла за причиненные неудобства. Я сразу извиняюсь перед жителями, особенно города Орла, потому что это вынужденная мера. Извинения такие жители вряд ли принимают, ведь не в первый раз городская администрация устраивает подобные сюрпризы и сыплет обещаниями. Вспомнит даже бесконечный перенос сроков по ремонту городской. А между тем, работа на кольцевой развязке Михалицына-Раздольная вовсю кипит. Объем работ на объекте, как мы видим, действительно огромный. Но, несмотря на это, начальник дорожного управления уверил нас, что в сроки до 5 ноября уложится. Хотя у самих рабочих на этот счет совсем другое мнение. Им потребуется еще как минимум неделя. Еще асфальт и бордюр поставить. Есть многое. И землю там тоже и надо. Асфальт-покрытие нужно сделать в первую очередь. И все запустит круг. Круг почти на процентов 70 готов будет сегодня. У нас разрешение на 5 дней. Сегодня второй день. Как за три дня рабочие смогут выполнить весь объем работ на кольцевой развязке Михалицына-Раздольная неясно. Да и спешка такая, как правило, к качественному выполнению работ не приводит. Впрочем, очевидно, это уже мало кого волнует. Разве что тех, кто ратовал за родной город еще совсем недавно. Подобные развязки делаются тогда, когда наименее большой пассажиропоток. Имеется в виду транспортный поток. Как бы я сделал, я не могу вам сейчас сказать. Но такого блага нам не было. В очередной раз приходится убеждаться в некомпетентности наших властей и необдуманности решений ими принимаемых. Орловчанам же остается набраться терпения и спокойствия. Ведь нет никаких гарантий, что установленные сроки работы все же закончатся. Анастасия Кожухова и Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.